Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Было просто интересно узнать, что же там происходит Да, Чулкан позвонила в пятницу и спросила Знаем ли мы, что происходит в Таджикистане Мы сказали, что, наверное, знаем, потому что мы смотрим новости Потом она как-то странно спросила Расскажите мне Странно, потому что если ты была в 100 метрах от заминированной ГЭС Да, мы только знали, что наша ГЭС, которая Видна из моего окна Заминирована И что нам делать, как нам выбираться оттуда Потому что У меня заработает замечательный гример Домер из Швейцарии, Якоб Он три дня перед тем, как заминировали эту ГЭС, сказал Вот если бы я был Боевиком Первое, что бы я сделал, это заминировал ГЭС И взял нас всех в заложники Да, и через три дня заминировали ГЭС И дальше все начали опасаться, что В общем, было опасно уже там находиться Поэтому часть группы вывезли А часть группы осталась там И мы очень волновались Что там происходило Потому что через несколько минут После того, как уехали наши машины Началась атака И они все сидели в подвале И... Остатки киногруппы, да? Да, нет, не остатки Больше, чем две трети А три дня до пятницы, когда Ты позвонила, еще вы шутили? Нет, два дня, я уже не помню Вы еще шутили, что вот Про ГЭС, да? Да-да-да, мы все смеялись А как вы поняли, что это уже война? Не знаю Вообще в этой стране как-то странно Там было очень давно понятно, что что-то не то В воздухе, в природе, в людях Там как-то всегда С марта месяца я снимаюсь в этом кино Это там, я не знаю Предощущение, что ли Было вот что-то такое Это неестественно было, нереально Всевозможные предупреждения случались С людьми А у нас на телевизор был? А мы узнали У нас снимался Коля Фоменко Кстати, нам показывают некие кадры из новостей Которые проходили по поводу Таджикистана А Коля Фоменко с вами там снимается тоже в кино Да, он играет, да Он играет там главную роль И мы снимались вместе с ним И мы из Москвы начали узнавать, что же происходит Потому что мы были на ночной смене, на съемках И узнавали, что происходит нам Вернее, Коля созванивался с Москвой И вот мы поняли уже, что на самом деле, оказывается, происходит Это война Это дикая история, когда вас вывозят Красный Крест И через пять минут после этого начинается перестрелка Что было самое страшное? Самое страшное было в то, что в это не верится Потому что, когда представляешь, что такое война Это кажется, что цвета должны поменяться И я играла на Франку теплом на спектакле «Время танцора» Я очень сочувствовала Я искренне пыталась представить, что такое война И когда в жизни это оказывается все наоборот Все равно кажется, что, наверное, должны преобладать То есть нет героев Наоборот, что нет героев Да, что должны быть там черно-белые тона, допустим Да, если взрыв А когда ничего не меняется, все как было пастельным Так и осталось И что взрывы от железной дороги Они белого цвета И очень это смотрится красиво Только вот здесь вот рядом смерть Вот так вот раз И тебя нет И никто плакать не будет И показывают ту же рекламу И те же самые клипы Вот это было странно Абсурд У нас есть пленка, снятая в лагере таджикских беженцев в Афганистане Она, на мой взгляд, довольно многое объясняет Если не политически, то, по крайней мере, по-человечески Посмотрите Остай, 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 бьоэй Как вас зовут? Меня зовут Валя Как вы попали в Афганистан? В Афганистан мы попали после того Как там Вот эти бандитские группы, или как их назвать Заняли весь Таджикистан, можно сказать И выгнали вот истинных таджиков оттуда И мы перешли реку только для того, чтобы спасти свою жизнь У нас двое детей А где они сейчас? Дети наши, у моей мамы в России, в Ульяновской области Брата мужа убили Вот 7 или 8 месяцев как прошло Вечером пришли неизвестные люди и в масках Никто не узнал, кто они такие И убили его после вечерней молитвы это было Даже вот я русская, я сейчас уже вот мужа своего не зовут туда в Таджикистан И никогда не скажу, что вот давай поедем туда в Таджикистан Пусть лучше еще дальше мы уедем отсюда с Афганистаном, только не в Таджикистан Наши люди, которые здесь, они просто хотят Не хотят никому вреда Я это уверена, я 100% уверена, что никому не хотят вреда Только для того, чтобы вернуться на родину Вот свой родной дом И найти своих близких, которые там потеряны И которые там убиты даже вот просто Не знают даже где и как убили И не знают где еще их местонахождение Просто для освобождения родины Никому не хотят они вреда Что бы вы сказали российским военам? Я бы даже прямо так сказала, чтобы Они пожалели и чужих сыновей так же, как своих сыновей Эту пленку нам принес Дадо от ОВЛО Он сегодня тоже гость нашей студии Дадо, скажи, вот если бы эту каракунскую ГЭС взорвали Что бы произошло дальше? Это была бесстрашная трагедия Я думаю, что не только половина Таджикистана Но и почти половина центра Азии Узбекистана, Киргизии и даже до Казахстана Остались под водой Под водой? Да, совершенно верно Это огромное водохранилище Это Таджики называют Таджикское море Вот И знаете, вот Для меня было очень неожиданно То, что именно выбрали этот кусок Эту девушку зовут Валя У нее миш Таджик Мы их снимали в Афганистане В лагере таджических беженцев Они так были в оппозиции И значит, тогда они же тоже просили Тогда Махмуд, кстати, защищал Рахмонова Воевал на стороне Вот Махмуд Хлагердив О котором сегодня все говорят Он был на стороне Рахмонова Он считался народным героем А Валя И сотни тысяч таджиков Жили в Афганистане И они тоже были загнаны в угол И хотели быть услышанными И знаете, как история повторяется Сегодня уже Махмуд загнан в угол И сегодня он хочет быть услышанным И то, что он угрожал Взорвать Кайракумское водохранение Я думаю, что он на это не пошел бы Он довольно-таки нормальный человек Мне кажется, он этим хотел Только одно Чтобы его слушали А почему вам пришлось уехать с родины? Вы же не воюете? Знаете, я Я был редактором Первой частной газеты в Средней Азии И когда Рахмонов и его друзья Вот сегодняшние в оппозиции Единственная газета Которая давала им Возможность высказаться То есть он на стороне оппозиции Поэтому... Абсолютно нет Мы просто были независимыми журналистами Знаете, я немножко горжусь тем Что меня одинаково ненавидят И в правительственных кругах И лидеры оппозиции Понимаете? Но я... Это у нас такая же история была в Чечне Ближе к концу войны Когда уже... И сегодня мне звонили Вот из Душанбея Как раз... Вчера был звонок из правительственных кругов После выступления по телевидению По радио Свобода Сказали А куда ты лезешь? Что ты? Почему их поддерживаешь? Я никого не поддерживаю Я хочу, чтобы моей стороной Наконец-то наступила нормальная жизнь Что там сейчас происходит? Скажите, Дудам Знаете, вот Очень обидно В самом деле Находясь... Вот я понимаю Чулпан сейчас хорошо сказал Что за 10 минут до войны До того, как непосредственно Бельвизриев Они не знали А фактически Боевые действия Начались три дня Еще во вторник Таджийские телевидения Там газеты Местные прессы Абсолютно Об этом ничего не говорят Да? Это так? Да А самое смешное У нас снималась Танковая там какая-то Ребята из танковой Не знаю, как это называется По военной дивизии Что это? Там не танковой дивизии Там нет Ну я не знаю У них был танк Этот танк Снимался у нас в кино Это настоящий военный И я просто Почему-то Не помню Почему спросила А ничего не намечается Вот там вас нет Никаких Мне сказали Нет Все спокойно Никто нас никуда не собирает А это было буквально Дня за четыре до Ну что дальше будет? Я думаю, что вот сейчас Правительство говорит Что Махмуд Худайбердис С самого начала заявил Что он готов Вести переговоры Он не требовал Отставки там Рахманова Он не требовал Смещения правительства Просто у него были требования Значит Амнистировать Всех политических заключенных Значит Организовать Координационные правительства С учетом всех Региональных И политических Вы считаете Его требования Вполне Объективно Ну нормально Я считаю, что да Почему? Потому что вот Мир между таджикской оппозицией И между таджикским правительством Это мир между Каратегинскими таджиками И Кулямскими таджиками Северный Таджикстан Самая большая область Которая сориентирована на Узбекистан Да Это как раз Худайбердеев Да, да, да Они остались За этим Значит За рамками этих Мирных процессов А не учитывать интересы Северян Это никогда к хорошему не ведет Хотя бы по простой причине Что почти 90% Поступлений в бюджет Республики Это из севера Значит 42% Избирателей Это живут на севере Ну да Части 201-й дивизии Участвовали на стороне Правительства Это как раз ваши танкисты Да, Чулкан? Нет Нет Наши танкисты были местные Исфаринские Это таджикская армия? А, понятно Знаете, самое обидное Вот это Седьмой год в Таджикстане Продолжается гражданская война И я иногда думаю Что вот Мир Не справедлив К моему народу Я иногда думаю Что прежде Когда человек умирает Человечество Или какие-то международные организации И вообще Народы другие страны Сначала смотрят Кто он по нации Кто он по религии И так далее Я понимаю Когда вот в Нигерии Убили там 9 правозащитников Весь мир стоял на ногах А на таджикской земле Каждый день убивают Десятки людей Сотни людей Понимаете И эта трагедия продолжается И как бы Понимаете Я даже почитал Что мир должен был Точнее это Мировые демократические страны Там правозащитные организации Должны были Там Десятки тысяч раз Объявить там саму Да это уже проходили У меня точно такое же ощущение было В 1994 году Когда Мы говорили о том Что Ну началась эта жуткая война В Чечне О том Как можно спасти мирное население Что вообще Можно сделать с этим А уже в 1995 году Мы снимали фильм Где мы разговаривали С вернувшимися С фронта С этого Чеченского фронта С солдатами И говорили с ними О снах Я хочу напомнить Просто такое ощущение Хочу напомнить этот фильм Другому божьим Вождей и boją Жизнь свою За отечество Мирное время Положивших Ув黨 Алексея Виктора Андрея Александра Серги Алексия Алексия Игоря Александра Валерия Максима Юрия Александр Михаила Краснодар Валерия Владимир Владимир Игорь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 допустим, они хотят свой фундаментализм вот в Средней Азии, чтобы это все... А какая может быть угроза России? Почему там должны служить? Дело в том, что это угроза не России, а всему миру. Талибы это крайне мусульманский экстремизм. Понимаешь? На сегодняшний день единственная сила, которая могла бы их держать хотя бы на этой границе, это российские войска, которые, я еще раз повторяю, практически не существуют. Там должны стоять и быть россияне, которые раньше там были. А почему американцы, скажем, не участвуют, не помогают России? Американцы, насколько мне известно, помогают талибам. Так а в чем тогда смысл? В смысле чего? Ну, они угрожают всему миру. А вот это, кстати, вопрос, который подлежит либо как серьезному изучению, либо он сам скоро сплывает на поверхность. Потому что американцы ведь в Югославии за мусульман собираются наносить ракетный удар. То есть мусульманское влияние очень велико в мире. Я не хочу, чтобы меня поняли превратно. Я ко всем отношусь одинаково. Боже упаси, я не шовинист. Но мусульманский экстремизм и просто мусульманское – это совершенно два противоположных явления. Это да? Так? Да, да. Ну, об этом, я думаю, что это тема отдельного разговора. Но если говорить конкретно, вот я хочу, чтобы в самом деле Таджикстан, Россия, думаю, что нужен здоровый Таджикстан. А эта болная сторона сейчас не нужна даже самим Таджикам. Вот там всего лишь около 5,5 миллиона населения. Можете представить, из них полтора миллиона – это беженцы. Это в основном интеллигенция, молодежь. Остались там в основном старики и те люди, которые оттуда не могут уехать. И другой угрозой для России, мы должны это все знать, что Таджикстан сейчас стал полигоном наркобизнеса. Там это все наркотики, которые раньше как-то остановились, сейчас спокойно переходят в Таджикстан. И из Таджикстана потом в Россию, в Европу. Вот здесь следить даже за... Наркооборот уже на тонны исчисляется, не на килограмм. Тоже только в Саратовской области, вот я недавно буквально случайно читал в газете «Время», там уже остановились, значит, какие-то там фургоны, и там несколько тонн этих наркотиков. Давайте коротко ответим на вопросы, которые Гаяна принесла. Спрашивают вашему обществу, Сергей, можно чем-то помочь, кто-то помогает? Нет, никто не помогает. Помочь, естественно, можно и даже бы нужно. У нас теперь на время разменяем на рекламу вашего общества. Как можно вам помочь? Ну, надо связаться с нами, как минимум. Если хотите, дайте телефон. Телефон дам с удовольствием, значит, 945-7208. Спрашивают, благодаря за фильм «Проклятый и забытый», чеченский ваш фильм, спрашивают, на чем вы сейчас работаете? Ну, пытаюсь продолгнуть этот фильм на телеэкран. Это уходит масса сил. Это вам вопрос. Как к русским сейчас в Таджикистане относятся? Я думаю, что в этой стороне и русским, и таджикам всем одинаково очень плохо. И знаете, я не согласен с Сергеем за то, что там русские вернулись. Там очень мало частного населения вернулся. Но большинство, к сожалению, большинство русских оттуда уехали. В 1991 году, когда Россия защищала Рахманова, понимаете, и если там наши русские жили бы хорошо, это можно было как бы оправдать. Российские дипломаты, обратите внимание, в последнее время не говорили о защите русскоязычного населения. Потому что большинство из них, к сожалению, уехали. Сергей говорит, что он был свидетелем того, что люди вернулись, почувствовав некую стабилизацию, а в результате опять война. Я знаю, что общаясь с местными людьми, которые работают в нашей группе, что они очень жалеют, что так много уехало русских оттуда. И как-то это, естественно, повлияло. Кстати, о беженцах. Буквально шквал звонков, приблизительно по масштабам сравнимый с тем шквалом, который был после нашего первого сюжета о революционных центрах для наркоманов, последовал после сюжета из Дмитровского района, где представитель колхоза «Рассвет» пригласил к себе людей, которые не боятся тяжелой работы, в том числе беженцев. Мы об этом расскажем в следующей программе. А сейчас, Чулпан, тебе вопрос, не жалеешь ли ты, что из-за съемок этого фильма, откуда тебя с трудом смог увести Красный Крест, ты не сыграла Офелию в «Гамлете» Питера Штайна? Нет. Не жалеешь? Нет. Я... Жалко, что так не распределилось время. Это единственное, конечно. Конечно, я хотела бы сыграть Офелию, но был уже зачатый ребенок, и его нужно теперь рожать. В фильме? Да. Тем более, что там многое про то, что сейчас происходит. Ты сегодня туда плетишь обратно? Да. Ну, я... По-моему, это просто безумие. Я знаю даже, что многие ваши мужики из съемочной группы не поедут. Поедут все. Это уже решено. Мы созванивались вчера и сегодня. И решили... Это должно чем-то закончиться. И эта картина может быть... А, не знаю, не буду говорить. Но я... Я хочу ее завершить. В общем, про всех не скажешь, что вы ищете легких путей в жизни. В связи с этим и с прошедшим 7 ноября есть у нас сюжет про одного человека, который в городе Ярославль 42 года назад тоже решил пойти своим путем. Это было 7 ноября. Он вышел на демонстрацию. Рассказывает Леонид Рыжков. Виталий Эммануилович Лазарянц никогда не был в Венгрии. Поэтому люди непосвященные удивились, когда несколько лет назад его вдруг пригласили в венгерское посольство и вручили медаль за участие в Будапештских событиях 56-го года. Сам Лазарянц ничуть не удивился. Был повод. 56-й год. Я чувствовал потребность посмотреть Россию. Я уже предпринимал всякие разные такие небольшие путешествия. Но вот тут я беру за плечи рюкзак с пряниками и отправляюсь в колоссальное по своей масштабу путешествие по нескольким областям. И с ужасом вижу бедную нашу Россию, прославленную в песнях. Ничего настолько, что провалившаяся соломенная крыша, чего я никогда представить не мог. Пол глинобитный. Меня прямо прозрение какое-то, что врут. Ведь это же до невозможности. Виталик был отличником и к тому же комсоргом класса. Никому и в голову не могло прийти, что десятиклассник комсорг может стать диссидентом. Тогда и слова-то такого не знали. Однако в семье лазарянцев всегда, даже в самые трудные годы, не боялись говорить то, что думают. Вообще надо сказать, что в нашей семье царил очень дух добрый такой. Добра и правды. Родители никогда не скрывали свои взгляды. Никогда не обманывали нас. Поэтому, когда произошли венгерские события, мы не доверялись слепо официальным источникам информации. Мы понимали, что все-таки случилось в Венгрии. Припомните, летом 56-го года на первый план в Венгрии выдвинулась ревизионистская группа «Имрэнадя». За ними следовали те, о которых товарищ кадр сказал, что они не могли отличить правого от левого. В тени скрывались буржуазия и империализм. На Западе откровенно писали, нас нисколько не смущает, что во главе так называемого либерального движения стоит коммунист. Нам надо осуществить прорыв, ликвидировать социализм в Венгрии, вырвать ее из организации Варшавского договора. 23-го октября «Имрэнадь» сыграл роль привратника, широко открывшего дверь контрреволюции. И все молниеносно меняется он сам уже на втором плане, а на первом вот эти оголтелые бандиты. Решение пришло само и казалось единственно возможным. Он никому не сказал о задуманном, ни родителям, ни школьным друзьям. Только одному человеку он решился все объяснить. Верил, она его поймет. Подошел к этажерке, снял оттуда словарь иностранных слов и сказал, Элочка, вот я кладу в этот словарь записку, но ты ее не читай. Я прошу тебя об этом. А прочтешь, если завтра что-нибудь случится. Он взял парус от байдарки, расстелил на полу в детскую. Красной краской написал несколько слов. Обвел синим. Дал просохнуть, сложил. И спрятав транспарант под пальто, пошел на демонстрацию. 7 ноября 1956 года на Советской площади Ярославля было особенно празднично. Да, вот на этом месте начинались трибуны. Я расстегнул пальто, вытащил свой парус в лозунг, развернул его и пошел. На плакате было написано, требуем вывезти советские войска из Венгрии. Лазарянц прошел с ним мимо всех трибун. 70 метров, 120 шагов. В конце площади его схватили. Меня повезли в серый дом. Мы проезжали обком партии, Элочкин дом, мою школу, мимо моего родного дома. Но я совершенно четко помню свое состояние. Я чувствовал себя победителем. Потому что я высказал то, что хотел высказать, и будущее меня совершенно не пугало. Элла узнала о случившемся только вечером, когда пришла в гости к лазарянцам. Там все вместе и прочитали записку. Примчалась, записку принесла. Ну и вот тогда, значит, прочли. У ней было написано, тюрьма школа, я хочу знания, а не оценок их. В КГБ не верили, что я одиночка. Так им хотелось раскрутить организацию. Однажды в большом зале собралось человек 12 крупных офицеров, серьезные люди. Резко под нос они суют мне записку мою, которую я оставил Элле. И вопрос в лоб. Это не твои слова. Кто тебя научил? Ну я возьми, да и скажи. Да Павел Ласов. Как они похватали? Кто карандашик, кто ручки? И в один голос мне. Называй адрес. Ну я возьми, да и говорю. Роман Горького, мать. Как они кричали на меня. Сталина на тебя нет. Ну чего. Дали три года. Началась моя школа. Его выпустили три года спустя. Он был в отделении общества Мемориал. Здесь же и живет. Спит на диванчике, готовит еду. Уже три года его комнатка в подвале для жилья просто непригодна. В последние годы в конце октября непременно посещает приемы в венгерском посольстве, посвященные памяти будапештских событий. Оказалось, что Лазарянц был единственным в СССР, кто тогда в 56-м вышел на площадь. Этим поступком вел себя в какое-то царство такое, что я чувствую себя свободным человеком. И, пожалуй, я не только не раскаиваюсь, что со мной было, не только не печальюсь, но годы, проведенные в Термии, я считаю своими лучшими годами, а себя я чувствую свободным человеком. Вот такое 7 ноября, 42 года назад. Сергей, сейчас, наверное, такая версия 7 ноября не очень модная. Пожалуй, модных три. 7 ноября – траур, 7 ноября – день примирения, 7 ноября – праздник революции. Вот вам ближе какая? Да я как-то спокойно отношусь к этому дню, поскольку считаю, что наша жизнь не очень-то зависит от политического устройства России, а прежде всего от нас самих. Каким образом? Ну, вот сейчас несложно, такой можно произвести несложный социологический опрос, опросить порядка 100 человек и спросить, кто виноват в сегодняшней ситуации. И каждый скажет – президент, правительство, государство. Я думаю, ни один человек не скажет – я виноват. А если представить себе чудо, что завтра придет какая-нибудь высокопорядочная команда, там, честных реформаторов, то ведь ничего не изменится вокруг. Люди не научатся работать, думать, там, не перестанут пить, воровать, лениться. Поэтому я считаю, что суть проблемы находится внутри каждого из них. Мне эта точка зрения чрезвычайно близка, но в последние дни очень меня, политическая борьба тоже просто, мягко говоря, достала. Все эти, значит, журналисты, евреи, 7 ноября. Вот так хочется сказать, прекратите эту суету, сделайте что-нибудь. Выйдите на субботник, в конце концов. Кстати, Чулпана, вот тебя бы что-нибудь заставило выйти на демонстрацию сегодня? Друзей встретить? Нет, я в смысле политическом ненавижу. Нет, я не про это. Я больше не уведу то, что новое поколение молодое, может быть, твое поколение, в смысле, мне интересно, что Сергей тоже скажет, менее восприимчиво к политическим идеям, а больше восприимчиво к человеческим. Конечно, да. Это что-то типа нашего времени, когда протестом против застоя было то, что мы слушали Битлз, читали сам из Дат, да? Ну, наверное, да. Хотя я не считаю, что это совсем правильно. Потому что этим все равно надо как-то это проживать, все, что происходит вокруг нас. Нельзя вот как в себе замыкаться, иначе вообще... Но это же не политика, Сергей. Нет, это в том числе и политика, иначе атрофируется как бы все в человеке. Я вот в этой связи хочу сказать, что у нас 12 декабря этого года будет в культурном центре «Меридиан» на Калужской. Большой такой благотворительный концерт, даже, скорее всего, акция, посвященная, как-то не странно звучит, до начала Чеченской войны, поскольку других дат у этой войны не было. Не было, естественно, ни Дня Победы, ни даже точного дня окончания. Там на совершенно добровольных началах выступают очень хорошие артисты. Шахчук, Гарик Сукачев с группой «Неприкасаемый», там, скорее всего, Градский, Виктор Бирковский, Александр Сколяр. 12 декабря. 12 декабря, да, и 4 года будет отмечаться. Мы хотим как бы привлечь к этой акции какое-то общественное внимание, чтобы эта дата зазвучала. Очень хорошо, что вы про это говорите. И всех приглашаем туда. В общем, билет, во всяком случае, в кассах «Меридиан», а что касается, мы организовываем этот концерт, сотрудничество с нами, то телефон нашего фонда я уже указывал предварительно. Спасибо, спасибо, что вы еще раз использовали наше эфирное время для того, чтобы сказать что-то хорошее. Но, на мой взгляд, это все-таки не политическая, а человеческая акция. Нет, это акция, безусловно, человеческая. Когда мы говорим «все только начинается», мы как раз это же, по-моему, то, что говорил Сергей, имеем в виду. Особенно в связи с тем, что в последние дни, я повторюсь, политики очень так сильно достали своими воинами 7 ноября, да и вообще днями независимости от кого-то и прочей бесконечной суетой. На мой взгляд, уже выросло целое поколение, по крайней мере, поколение людей, сегодняшних моих гостей, которые, если еще политически можно как-то обмануть, то человеческие уже точно нет. Спасибо, Сергей, спасибо, Дудо, спасибо, Чулпан. Все только начинается. На детском рисунке домик с трубой Фидель Михаилу смажет рукой Мы никак не можем привыкнуть жить без войны Космос совместно валютный полет Ночью толпа крестный ход Она уже видит себя в роли вдовы Поплачь о нем, пока он живой Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ «Вид» по заказу ОРТ Телека «Вид» по заказу ОРТ «Вид» по заказу ОРТ «Вид» по заказу ОРТ